Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Step-Wolf. За моей спиной находится уникальный памятник архитектуры. Усадьба петербургского архитектора по фамилии Хренов. Да-да, ничего не подумайте, это действительно такая фамилия. Это видео открывает цикл из семи репортажей о моей поездке в Питер в августе прошлого года. Но прежде чем мы начнем, хочу представить канал моих калининградских коллег, на которые я давно подписан и смотрю его с большим интересом. Привет, меня зовут Евгений. Я более 15 лет занимаюсь исследованием закрытых и опасных объектов, а также загадочных мест. Я побывал на суровых локациях, для этого нам пришлось провернуть головокружительные аферы. В этом проекте я покажу самые удивительные локации, недоступные простым смертным, от посещения которых кровь встынет в жилах и каждый визит в которые может стать последним. Это мое испытание на прочность один на один с каменными джунглями города. Проект Кёниг Диггерс. Усадьба находится на полдороге между Москвой и Питером, недалеко от города Балагоя. Я очень давно собирался сюда выбраться, но на самом деле мне некоторым образом, можно сказать, не повезло. Потому что за то время, за которое я собирался сюда приехать, усадьба лишилась нескольких очень интересных своих деталей. Во-первых, внутри находилась чугунная лестница, которую спилили и вполне вероятно, что спилили ее на металл. Хотя, с точки зрения дизайна этой лестницы, ее грех было пилить на металл. И здесь еще стояло несколько скульптур. В советское время в этом здании, в помещении усадьбы располагался туберкулезный санаторий. И, как водится в подобных учреждениях советских, на территории очень часто ставили самые разнообразные скульптуры. Типа девочки с мечом, юноши с веслом, пионеров и так далее. И вот такого плана как раз скульптуры находились, расположены были в парке, недалеко от усадьбы. Усадьба была построена на рубеже 19-20 веков, в отдалении от города Балакоя, в тихом уединенном месте на берегу красивого озера. Главное здание усадьбы выполнено в стиле эклектики. И сочетает в себе разновеликие объемы, среди которых доминантой является трехэтажная башня, увенчанная острым куполом. В качестве строительного материала было использовано сочетание кирпича и природного камня, что еще более подчеркивает необычный облик здания. Хозяином усадьбы был знаменитый петербургский архитектор Александр Сергеевич Хренов. Скорее всего, он же был автором ее проекта. Он был дружен с царской семьей и построил дворец великого князя Николая Николаевича на Петровской набережной в Санкт-Петербурге. Хренов был главным архитектором Исаакиевского собора, а в общей сложности им было построено и перестроено более 30 домов в Санкт-Петербурге. В начале 20 века Хренов увлекся разведением лошадей и основал в 1904 году в своей усадьбе-заключе конный завод российских лошадей. По некоторым данным, он подписывался в тот период как конезаводчик Хренов. Вероятно, поэтому сейчас его усадьбу иногда называют усадьбой конезаводчика Хренова. После Октябрьской социалистической революции Хренов покинул Петербург и уехал на Дальний Восток, а позднее в Китай. В отличие от многих русских иммигрантов, Хренов был востребован по своей профессии и в эмиграции. Он спроектировал несколько домов в Китае, позже работал в США. В 1925 году переехал в Париж. Александр Сергеевич умер и похоронен во Франции. Усадьба-заключея, как и другие дворянские владения, после революции была национализирована. В ней был устроен туберкулезный санаторий, который проработал, по некоторым данным, до конца 1960-х годов. Но сначала пройдемся немного вокруг усадьбы. Усадьба расположена на высоком берегу, возле очень живописного озера. Это та часть здания, которая выходит на берег озера. А здесь мы можем видеть пристроенную террасу. Тяжело сейчас сказать, была ли она изначально задумана в проекте архитектором, либо пристроена позднее. Но с очень большой вероятностью, судя по отделке несущих конструкций, можно предположить, что эта терраса тоже планировалась изначально при строительстве усадьбы. А вот один из постаментов, на которых когда-то находились ныне утраченные скульптуры. Очень интересно, что при строительстве здания усадьбы использовался самый различный материал. Как природный, вот, например, здесь мы можем видеть камень, так и кирпич. Сочетание этих материалов, оно порой ничем внешне не разграничено. Так выглядит фасад противоположенной главной части здания, где находится башня. Один из объемов здания завершается эркером. И мы можем видеть, какая изначально была задумана отделка. Верхняя линия вдоль окон обозначена такой вот керамической плиткой. Видимо, здесь пытались проводить реставрацию здания усадьбы. Остались леса. Но, к сожалению, сейчас все в полном запустении. И снова мы оказываемся у главного фасада здания, где, несомненно, архитектурной доминантой является вот эта вот трехэтажная башня. Очень своеобразно выполнена главная лестница, словно расширяясь к низу. Возле здания сохранилась опора для электрической проводки. Еще деревянный столб с керамическими изоляторами. Сразу от входа мы попадаем на первый этаж башни. За которым следует большой зал, по периметру которого располагаются комнаты. И в первом же помещении меня встречает один из сохранившихся элементов, частично сохранившихся элементов дизайна этой усадьбы. Это печи, облицованные изразцами. К сожалению, и здесь мне не повезло, поскольку, судя по фотографиям, которые были сделаны в этой усадьбе буквально несколькими месяцами ранее, печи были еще практически в полной сохранности. А теперь куски изразцов можно видеть отбитыми, лежащими на столе. Мы попадаем в следующее помещение. Большой зал. Здесь проходили какие-то сатанинские обряды, похоже. И внутри вот эта разнообъемность здания чувствуется, ощущается гораздо сильнее. То есть я сейчас никак не ожидал попасть в столь просторное помещение. Часть стен в этом помещении и в соседнем, все стены были выложены плиткой. Можно предположить, что в советское время, в бытность, когда здесь располагался санаторий, здесь находилась как раз столовая, о чем напоминает и вот это вот окошко в стене. Очевидно, в той части располагалась кухня, а здесь находилась столовая. Конечно же, очень расстраивает удручающее состояние самого здания. И в этом помещении можно видеть одно очень оригинальное решение. Здесь была выстроена стена, разделяющая комнату на две неравных части. Стена явно была выстроена уже в советское время. Но что интересно, попасть вот в эту часть, в которой находится колонна, откуда сюда попасть, можно было тяжело сказать. То есть вход сюда вообще не был предусмотрен. После возведения вот этой стены, возможно, здесь был какой-то переход, типа лестницы, тяжело сказать. Очень необычное решение. А вот еще одно маленькое помещение, которое было когда-то заделано перегородкой. И вела сюда лестница, частично разобранная, частично сломанная. Остальные помещения первого этажа тоже абсолютно пусты. И также мы здесь видим, что из прежнего декора, из прежней отделки, к сожалению, ничего не сохранилось. На лестницу, на второй этаж ввели две симметричные двери. Но сначала я пройду в помещение, располагающееся за лестницей, дабы осмотреть уже весь первый этаж. Ну а в этом помещении располагалось заведение первой необходимости. На втором этаже, в семметричном помещении, мы можем видеть также сан угол. Здесь помещение было отделано частично пластиковыми панелями под дерево, частично вагонкой. Это помещение очень напоминает актовый зал. Из его окон открывается живописный вид на озеро. Интересно, что здесь даже не были спилены трубы. Вот башенка и лестница. Можно подняться на самый верх, что я сейчас и попробую сделать. И вот так выглядит самое верхнее помещение в этой башне с тремя круглыми окошками. На втором этаже, симметрично первому, мы можем видеть такую же печь, выложенную уже немножко другими изразцами. Тоже, к сожалению, изразцы сохранились лишь частично. В советское время они были покрашены в столь любимую советских учреждениях зеленую краску. Вот здесь очень похоже по планировке и по отделке находились палаты, в которых отдыхали больные. И здесь же мы видим проход на чердак. Интересная вилка с деревянной ручкой. И вот здесь мы можем видеть как раз это соседство природного камня с кирпичной кладкой. Очень необычное архитектурное инженерное решение. Здание, кстати, было с центральным отоплением. Ну, очевидно, центральное отопление привели уже в советское время. А вот здесь мы можем видеть печную трубу. Вот очень интересная деталь. Это дымоходы. И вот одна из стен была выполнена полностью из природного камня. Похоже, что это слуховое окно делалось позже, потому что здесь можно видеть обрушенные камни, которые закрывали этот проем. А посередине чердака главного корпуса. И здесь, вероятнее всего, находился бак для воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok А здесь, если присмотреться, можно даже видеть, как летают пылинки в солнечном свете На чердаке можно видеть старинную запорную арматуру Предположительно, эти вентили могут оказаться даже старше советского периода Хотя, отчасти это сомнительно, поскольку в доме было печное отопление А вот передо мной башня, сложенная из кирпича и выход на крышу Сразу интересно сказать, что крыша здесь сделана кровля свежая То есть, все-таки, какой-то реставрацией этого уникального здания занимались в последнее время И вот я на вершине усадьбы Заключья Или, как местные говорят, Заключья Собственно, название усадьбы пошло, очевидно, от названия местности А название местности происходит от слова Местность, которая находится за ключом, за родником Скорее всего, именно так образовался этот топоним Интересно, что верхняя часть башни тоже была отделана такой же плиткой Сейчас уже утрачены частично На этом я покидаю усадьбу Заключья Но это еще не все Дело в том, что здесь в округе находится несколько старых заброшенных домов Деревенских домов И вот там как раз можно найти кое-что интересное Смотрите в следующей серии Типичный деревенский дом с печью Причем печь замечательно сохранилась При входе мы видим гору бутылок Занавески на окнах Остатки мебели И опять же какие-то бухгалтерские документы Честно говоря, вот в такую обрушившуюся часть даже немножечко стрёмно заходить Классический старинный подвал Очень колоритный Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова